Сегодня мы предлагаем вам прослушать проповедь Ярла Николаевича, которая называется «Сосуд в чести». В основу нашей сегодняшней проповеди я прочту 21 стих 2 главы 2 послания апостола Павла к Тимофею. Звучит этот стих так. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. При чтении этих слов невольно возникает вопрос. Неужели может человек, то есть обыкновенный смертный, стать этим годным сосудом, о котором говорит здесь апостол Павел? Сосудом в чести, освященным, благопотребным Богу, годным на всякое доброе дело. Не преувеличены ли ожидания Павла в данном случае? Возможно, что это просто красивая мечта. Или в крайнем случае такая характеристика относится к некоторым избранным людям, таким, например, как Тимофею, но не к нам. Разве доступен для рядового человека такой уровень духовного служения быть годным на всякое доброе дело? Да, возлюбленный, он доступен. В этом как раз и заключается благодать Божия, что такая жизнь, она возможна. Человека, испорченного грехом, Бог может сделать сосудом в чести, освященным, благопотребным ему и при том годным на всякое доброе дело. Создать из негодного пригодное – это и есть Божия задача. В этом и заключается его святое дело, благая весть. Слово Божие говорит, что все мы совратились в пути, да одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Все согрешили и все лишены славы Божьей. И вот Бог, богатый милостью по своей великой любви, берет этого испорченного и негодного человека, работает над ним и превращает его в сосуд в чести, слава и благодарение ему. Как ярко проиллюстрирована эта истина в послании апостола Павла к Филимону. Вы помните эту историю? Обокрав своего хозяина, раб Анисим сбежал в далекий город Рим. Там по проведению Божьему ему суждено было встретиться с узником Павлом. Но око Господне было над ним, над Анисимом. И в результате встречи с Павлом Анисим обращается к Господу, и Павел направляет его обратно к его хозяину Филимону. С Анисимом он шлет письмо Филимону. И в этом письме пишет, он, то есть Анисим, был некогда негоден для тебя, а теперь он годен и тебе, и мне. Я возвращаю его. Если прочесть этот стих в греческом подлиннике, то мы обнаружим, что апостол Павел прибегает здесь к игре слов. Имя Анисим по-гречески означает «годный». Этим Павел хочет сказать Филимону, что прежде раб Анисим, когда был с тобою, носил имя которого он не был достоин. Он оказался негодным, но теперь он действительно стал Анисимом, то есть полностью стал отвечать значению этого слова своему имени «он теперь годен». В нем произошла полная перемена. Негодный стал годным, Анисим действительно стал Анисимом. Какую чудную и радикальную перемену совершает Бог в жизни человека, обратившийся к нему. Негодный становится годным. В этом и есть сущность христианства. Это и есть благодать Божия. То, что закон не был в состоянии сделать, сделала благодать Божия. Слава и благодарение Ему. Человек, который верой обращается к Иисусу Христу, полностью перерождается. Он становится новым творением, полезным как для Бога, так и для человека. Но, дорогие мои, это всего лишь начало. Он фактически только что родился. Да, теперь имеет новую жизнь. Но с этого момента Бог начинает свое чудное дело в этом человеке. И заключается оно в том, чтобы из этого новорожденного сделать сосуд в чести благопотребной ему, готовой на всякое доброе дело. Как ком глины Бог берет тебя в свои руки и начинает свою работу на своем кружале. Как чудно проиллюстрирована эта истина в Ветхом Завете. Помните, как Бог велит пророку Еремию пойти в дом горшечника? И там ему Господь говорит, я возвещу тебе слово мое. Пророк пошел в мастерскую горшечника и наблюдал за тем, что там происходило. У него на глазах ком глины превратился в сосуд. И казалось, что работа окончена и сосуд готов для обжига. Но на лице горшечника выражение неудовлетворения и досады. Он берет сделанный им сосуд, осмотрев его, смял его и начал что-то искать в этой глине. Посторонний человек не заметил ничего, никакого дефекта. Но опытный глаз и чувствительные пальцы мастера обнаружили в глине какой-то посторонний элемент. Могло оказаться, что это всего лишь незначительная песчинка. Но не такова оценка мастера горшечника. Эту песчинку необходимо удалить. Таково решение мастера. И отыскав посторонний элемент, он удаляет его из комка глины и вновь кладет его на кружало. Колесо кружало опять начинает вращаться. И из того же самого комка глины мастер делает новый сосуд. Стоя в мастерской и наблюдая за работой художника горшечника, Еремий слышит голос Божий. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. О чем говорит нам этот пример, дорогие мои? Он говорит нам, что если мы дети Божие, И мы поручили свою жизнь Богу, признали Его как своему властелина, Тогда мы подобны куску глины в Его руках. О, в какие чудные руки мы попали! Да, Он берет меня и тебя в свою мастерскую и начинает свой творческий труд. Правда, то, что Он делает, мне чаще всего непонятно. Но ведь Он имеет право поступать с этой глиной так, как Ему угодно. Не правда ли? Ведь Он мастер, я поручил свою жизнь Ему. Он владыка моей жизни, и Он знает, что Он делает. Глина эта принадлежит Ему, и потому Он имеет полное право и власть над ней. Теперь обратите внимание на само кружало, на крутишиеся колеса. О чем говорят они нам? Они говорят нам об обстоятельствах нашей жизни. Этот чудный художник-мастер знает, как все в нашей жизни до малейшей детали использовать для создания своего идеала, чтобы этот сосуд стал сосудом в чести, был благопотребным и годным на всякое доброе дело. Бог чудным образом вращает кружало, изменяет обстоятельства нашей жизни, направляя их к нашему благу. Каким утешением для глины является это маленькое слово «все»? «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это вовсе не значит, что мы должны сосредотачивать все свое внимание на вращающиеся колеса. Они необходимы. Но не забудем, что они временны. Когда работа мастера закончена, то кружало не играет больше никакой роли. Поэтому наше дело сосредотачивать свой взор, постоянно обращая его на начальника и совершителя веры нашей. Возлюбленные, смотря на эту картину, на все то, что мы видим здесь, в этой мастерской, вращающийся гончарный круг, глину, горшечника за работой, какие можем мы сделать выводы из всего этого? Какое значение имеет все это для нас? Присушайтесь, что говорит Господь. Не могу ли я поступить с вами подобно горшечнику? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. Какое утешение я нахожу в этих словах? Они говорят мне, что я нахожусь в самых надежных руках. Я в пронзенных руках моего дорогого Спасителя. Он совершает свою работу по определенному плану. А план его, чтобы я был сосудом в чести, благопотребным ему и готовым на всякое доброе дело. Но что больше всего утешает меня и вселяет смелость доверить свою судьбу ему, это его любовь. Бог любит меня. Он обращается со мной с любовью. Любовью мотивируется каждый его поступок. Какая отрада возлюбленная знать, что мы имеем такого Бога, слава и благодарение Ему. Да, раз Бог есть любовь, тогда Его намерения и Его планы для моей жизни во всем преследуют единственную цель. Мое наивысшее благо и счастье. В этом я могу быть вполне уверен. И вот в руки такого Бога, подобно глине, оказавшейся в руках кошечника, попал некий юноша Марк. Вы помните его, Иоанна, называемого Марк. Интересно отметить, что в своем последнем послании, то есть во втором послании Тимофею, Павел просит его, то есть Тимофея, «Марка, возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения». Слово здесь «нужен» в подлиннике, то же, что и слово «годный» в нашем тексте. И в послании Филимону, где Павел пишет Филимону о рабе его Анисиме, «Он был некогда не годен для тебя, а теперь годен тебе и мне». Слово это в греческом подлиннике употребляется только в этих трех местах священного писания. В нашем тексте «годный на всякий доброе дело», в послании к Филимону об Анисиме, «Он был некогда не годен для тебя, а теперь годен», и в четвертой главе второго послания к Тимофею, «Марка, возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен», то есть годен для служения. Давайте посмотрим, как наш чудный небесный горшечник обращается с Марком, как он берет эту глину в свою мастерскую и работает над ней, пока из этой глины не получится такой сосуд, который будет угоден ему. Если судить о человеке по первому впечатлению, который он производит на вас, то нужно сказать, что для Иоанна, называемого Марком, не было никаких шансов произвести хорошее впечатление. Беглец, трус, человек без выдержки. Да, это тот самый Марк, который в ночь, когда Христос был предан Иудой и Спасителя, связанного, вели по улицам Иерусалима, сбежал прочь, испугавшись, что окружающие узнали в нем одного из друзей Христа. Его в этот момент схватил один из воинов, но Марку удалось вырваться и бежать, оставив в руке воина покрывало, в который он был окутан. Марк нагим бежит по улицам столицы. Такова первая встреча с Марком на страницах Священного Писания. Это и есть первое впечатление, которое мы имеем о Марке. Но благодарение Господу глина попала в руки небесного гашечника. Как вы думаете, получится ли что-нибудь полезное из такого материала, как Марк? Давайте посмотрим. После происшедшего в ту ночь в Иерусалиме, в течение последующих 15 лет, мы ничего не слышим о Марке. Видите, глина находится в мастерской, на кружале. Но вот в один прекрасный день появляется красивый сосуд. Что-то произошло с Марком в этот промежуток времени, и перед Марком открывается новое поприще. Его преданный богу дядя по имени Варнава берет на себя заботу о Марке. Видите, Варнава один из работников в мастерской небесного горшечника. И вот он рекомендует своего племянника на дело Божие. И этот молодой человек попадает в руки еще другого сотрудника божественной мастерской, апостола Павла. В порыве нового энтузиазма в обществе двух самых выдающихся тружеников на Ниве Божией, Варнава и Павла, Марк отправляется в миссионерское путешествие. Как он счастлив! Какие благословенные собрания! Сколько обращений! Какие встречи с братьями и сестрами! Вот такая работа мне по душе! Но вот предстоит новый путь. И здесь стойка с Марка подвергается испытанию. Новое поле деятельности совсем в других краях, то есть в Памфилье. О, какой далекий край! Помимо дикой природы там живут невежественные люди, грубые, жестокие! И при том это так далеко от родного дома! И вот взвесив все за и против, Марк покидает Варнаву и Павла и бежит домой. Куда? К маме! Опять сбежал! Ну, теперь как? Ведь это уже второе поражение! Глина никуда не годится! Что с ней теперь сделать, горшечник? В первую очередь он скомкает и сомнет ее. Это обязательно! Но потом он удалит из нее посторонний элемент. И что вы думаете? Вновь положит на кружало и опять закрутятся колеса. Видите, без такой строгой дисциплины ничего не выйдет. Поэтому Павел отказывается брать его с собой на новое поле труда. Марк опять в мастерской. Молчание! Целых десять лет о нем не слышно. Неужели действительно из этой глины ничего не выйдет? Подождите, он в руках небесного горшечника. Этот мастер сделает из него сосуд, который его еще прославит благодарение Господу. Оказывается, Марк попал еще в руки третьего работника этой мастерской, в руки апостола Петра. Из Вавилона письмо, то есть из Рима, пишет Петр, приветствует вас избранная подобная вам церковь Вавилоне и Марк, сын мой. Вы слышите, Марк опять трудится для Господа. Он вместе с Петром в мастерской в Риме. Как он туда попал? Провидением Божьим. И при том в очень удачные руки. Кто бы лучше мог помочь беглецу Марку, чем тот, который сам был беглецом? Ведь в ту самую ночь, когда Марк сбежал нагим, Петр тоже покинул Христа, отрекся от него. И Петр, которого Господь так чудно восстановил, и который стал таким годным сосудом, благопотребным Богу, не забыл, что сказал ему Христос. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Мы не знаем, сколько прошло времени, и опять письмо. Но на этот раз от узника из тюрьмы пишет не Петр, а Павел. Пишет он своему сыну по духу Тимофею, и говорит, Марка, возьми и приведи собою, ибо он мне нужен для служения. Вы слышите, пишет никто иной, как Павел. Марк мне годен. Павел, который подшел его когда-то негодным, теперь говорит, годен. Да, Марк вышел из мастерской горшечника с сосудом годным для нового доброго дела. Но какому делу готовил его небесный горшечник? Ведь он имеет и план, и определенную цель для каждого из нас, не так ли? В последние дни своей жизни здесь на земле Павел захотел иметь при себе Марка. Он мне нужен, он мне годен для служения. Однако возлюбленный Господь имел еще одно поручение для этого бывшего беглеца. Все это время Господь приготовлял его к особо высокому служению. Его этого Марка Дух Святой избрал, чтобы представить самого Господа нашего Иисуса Христа как совершенного слугу. Марку поручено это дело. Он написал второе Евангелие, которое носит название Евангелие от Марка. О бездна богатства и премудрости и ведения Божьей! Как непостижимы пути его для каждого из нас! Мой дорогой друг, может быть, ты включил свой приемник и остановился на этой волне совершенно случайно? Нет, 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 это было не случайно. Господь хотел тебе сказать что-то очень важное сегодня. Он хочет сказать, что может переделать тебя из твоей разбитой жизни. Он может сделать жизнь угодную ему и полезную. не думай, что он тебя выбросил вон. Нет, в его плане сделать тебя сосудом в чести благопотребным владыки, годным на всякое доброе дело. Отдай себя целиком в пронзенные руки мастера, и он сам сделает из тебя сосуд пригодный для всякого доброго дела. Да поможет тебе Господь сейчас всецело отдаться ему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА